Он продолжил беспорядочный огонь из автоматической винтовки в семье жертв 14-летней дочь священника Аннабель, вы ее сейчас видите. Об этом каналу сообщил ее отец Фрэнк Хомерой, который во время случившегося был по-плохому. Факсонус в своем твиттере уточняет, что число погибших также неименная женщина, а Дейли Мэйл добавляет, что скончался и двухлетний ребенок. Лебед Синьюс пишет, что один шестилетний мальчик получил четыре огнестрельных ранения, но выжил, и в больнице его врачи спасли. Когда убийца попытался скрыться с места преступления на машине, огонь по нему открыли двое гаража, имевших при себе оружие. В результате этого автомобиль потерял управление и слегка здоровья. Мы считаем, что именно в этот момент он покончил с собой, заявил Ширик Зо Акши. Представьте себе, что бы еще накладил этот безумец, если бы его не остановили соседи, услышавшие стримбу и вышедшие со своим личным оружием, для вымешаться кровавым годом. Наш президент Дональд Краун распорядился в те дни приспустить до 9 ноября в прошлом году государственной фронтой страны память о погибших созванных Синц. В то же время, комментируя случившееся, он не посчитал необходимым обсуждать вопрос ужесточения контроля над торговым оружием. В среднем, массовые расстрелы в США происходят с одинаковой частотой средней. При этом, каждый такой расстрел не влияет на время наступления следующего. Исследователи Даглас Кинки и Шелдон Джекобсен проанализировали распределение по времени случаев массовых расстрелов в США, начиная с 2006 по 2016 год. Анализ показал, что подобные случаи в США происходят со стабильной на протяжении десятилетий частотой. Примерно 1-2 недели. Неужели нужно сделать вывод о запрещении владения оружием для всех гражданам мира? Для всех! Статистика же опять говорит, что ежедневно в США на автострадах гибнет примерно 90 человек. Ежедневно выходит, нужно запретить продажу автомашин. Так что на черном рынке продается любое обнестрельное оружие. Законно послушный гражданин, купив нелегальный пистолет, автоматически становится незаконно послушным. И непослушание карается тюремным наказанием до 4 лет. По закону ГАН, ЭКУЭЛДЖЕЛА, пистолет равносилен в тюрьме. Только за приобретение и хранение только 4 года. Не будем говорить, сколько лет придется следить за успешное применение такого оружия против бандита, позарившегося на чужую собственность. Скажите, справедливо ли такое положение, а? Закон загоняет людей в неразрешенную проблему. Официально получить разрешение на ношение пистолета практически невозможно, а купить его на черном рынке сравнительно легко. Четко различимый конфликт интересов все более улыбляется. Согласно федеральной судебной статистике в США, ежегодно совершается более 400 тысяч нападений на женщин. И этот показатель растет. Поскольку количество насильников, психопатов, наркоманов и алкоголиков, опустившихся на дно социального общества, постоянно увеличивается. Возраст изнасилованных жертв от 12 лет до 80. От 12 до 80. Анализ криминальных сходов позволяет сделать вывод, в Америке уже не осталось города или хотя бы района, где женщины могли бы чувствовать себя в безопасности. Тем не менее, сотни женщин ежедневно дают отпор преступникам, которые гораздо сильнее физически. Среди моих учеников есть три красивые обычного телосложения женщины, которые смогут ровно за 2 секунды обезвредить трех бандитов, если они попытаются напасть на любую из них. Удары ниже пояса сегодня отрабатываются практически во всех школах смешанных именоборств. Их эффективность составляет 98%. Если вы собрались бить отморозков пах коленами или голями, следуйте двум правилам. Во-первых, бейте на полусловие, то есть в момент какой-нибудь фразы. Мы шутим, ну, цуцели-муцели, разговариваем. Это усыпляет длительность и решимость грабителя. Можете вести любую ахинею, приближенную к реальности. Главное, чтобы бандюр к ней прислушался, прислушались. А потом, получив резкий, точный удар в его мужское достоинство, внезапно ощутил бы невыносимую боль и свалился на землю. Что делать? Не уходить. Вызывайте полицию. И скоро. Я сейчас хочу сказать о том, что я являюсь тренером по самбо, мастер форты Советского Союза и выступая на чемпионатах мира среди мастеров-ветеранов. Четыре раза я заводил его звание чемпионом мира и поднимал флаг Америки. Три раза серебряная медаль. И в позыковшем году на чемпионате мира по самбо в Израиле среди мастеров я в финале проиграл и занял второе место, серебряный медаль. Три раза бронзовый медаль. То есть я веду школу вместе со своим сыном, школу боевого самбо. И я бы хотел, чтобы вы посмотрели немножко, чем мы занимаемся в этом клубе. Несколько приемов посмотрели бы. Насколько это интересно вам, насколько это эффективно и насколько это поможет спасти свое здоровье или жизнь тем, кто занимается этим прекрасным видом спорта сам. Итак, смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, коллеги. Я говорю коллеги, потому что все, кто нас сегодня смотрит, сейчас смотрят, а рано или поздно станут нашими коллегами, нашими партнерами в изучении приемов боевого самбо. Есть, конечно, разделение между спортивным и боевым самбо. Спортивное это, когда самбисты борются и выигрывают друг у друга по очкам и так далее. Идет соревнование, есть судьи. В боевом самбо или, как мы называем, стрит-файт, судья нет. Судья только один – это Бог, который рассудит нас, если мы вступили в схватку с преступником, вооруженным любым видом оружия. Нож, пистолет, бит американского футбола, палка, кастет, удары ногами, руками, которые он может произвести против нас – все это в нашем комплексе, в нашей системе боевого самбо. И мы изучаем и обучаем, как защититься против человека вооруженного. Преступника, конечно, преступника. Итак, первое оружие, которое всегда было популярным, сегодня популярно и наиболее применимо – это нож. Нож можно взять где угодно, на вас на кухне, в магазине купить любой ножик, любой складной, неразбодной, но он является оружием, которое очень и очень опасно для человека, и наиболее для его просто жизни. Для здоровья само собой, но зачастую и для жизни. Поэтому мы начинаем с прямов, которые обязательно приведут к тому, что вы обезоружите преступника и приведете его, куда нужно привезти? Конечно, в полицию, в правоохранительные органы. Обязательно. Чтобы не было пределов, превышения пределов необходимой обороны. Нож прячут где угодно. Вот посмотрите. Сейчас у меня руки находятся в состоянии таком. Как вы думаете, в какой руке нож? Конечно, в той, в той пальце, которую вы не видите. Вот он. Я готов к атаке. Нож носится здесь, зашивок. Нож вынимается из кармана. Человек, который вооружен и готовится к нападению ножом, он обязательно полезет в свой карман, потому что он трус, иначе бы он не носил нож. Только трусливые люди носят нож с собой. Он должен убедиться в том, что это нож, его нож здесь, коснуться его холодной стали, и тогда он успокаивается. Второй раз, когда он полез сюда и начинает его вынимать, в этот момент нужно произвести атаку. Лучший метод защиты – это нападение. Итак, краткое вступление я сделал. Сейчас мы начнем вам показывать кое-что из того, что называется арсенал боевого самбо. Итак, начинаем. Итак, для того, чтобы понимать, как нужно работать с вооруженным преступником, нужно понять, прежде всего, откуда будет нанесен удар. Если лезвие ножа отходит от большого пальца, значит, удар, естественно, будет произведен или снизу, или отсюда на отмашь. Если лезвие ножа идет от мизинца, то нормальным будет удар сверху или на отмашь. Если лезвие ножа отходит от большого пальца и указательного, то удар может быть любой – режущий, секущий, колющий, куда угодно в любую точку тела. Итак, мы уже вооружены тем, что мы наполовину уже готовы к защите, потому что сейчас мой ассистент, мой ученик, Руслан его зовут, будет нападать на меня пока снизу в живот, потому что самый популярный, самый известный и самый применимый – это всегда фиксируется статистикой удар снизу в живот. 87% ранений и смертей происходит от удара ножом в живот, потому что так легче всего сделать этот удар, произвести, вынуть, и удар сразу идет снизу в живот. Все остальные удары редкие, но не существуют. Пока мы поработаем от удара ножом в живот. Пожалуйста. Любому удару предшествует замах, какой бы он ни был, чем бы он ни был вооружен, но замах, без замаха не производится удар, ни ножом, ни битой, ни палкой, ни кулаком, ничем. Сейчас производится замах, вот он замах, мертвая точка. От замаха сюда мертвая точка, отсюда сюда, вот в мертвую точку я должен войти. Блок такой, ни в коем случае не рукой, потому что эта площадь руки маленькая, и этот палец может быть сломан. Блок, вот такой, видишь сколько, как много места у этого блока. Где-то я перехвачу руку, где-то я перехвачу, как только я защитил себя, шаг вперед, живот подальше, захватил руку, вторая рука здесь. Это прием из айкидо. Сейчас он будет на болевом приеме, это болевой прием. Я делаю шаг сюда, и затягиваю сюда. Держим руку, обязательно держим. Из-за кончих ножа перехватил. Здесь имеется вот это, резунул. Но лучше этого не делать, не надо убивать. Нужно его поднять. С помощью ножа закип руки за спину. И отвести его туда, куда нужно. Вот так. Блок. Держим здесь блок. Левая рука, правая рука на локте. Сюда развернули. И сделали закип руки за спину. Все люди, которые осуществляют этот прием, совершают одну и ту же ошибку. Они встают руку сюда. Сейчас, условно, от меня вырвать, все, два сустава будут разломаны мои. Если я поставлю руку сюда. Вот сюда нужно. Вот. За подбородок. Два пальца носа. За ухо. За чуб. За горло. Сделать ему больно. Вот он начинает кричать от боли. Вот теперь я забираю нож. Покойно. Let's go. Пошли. Приемов против удара ножом в живот, снизу множество. Мы покажем несколько только тех, которые наиболее практичны и хорошо применяются. И неожиданные совершенно. Вот один из них допустим. Блок. Сюда. Левой захватили. И появляли его. Сейчас болевой прием на мошонку. Ему очень больно, неудобно, а мне удобно и хорошо, потому что ему неудобно. Боевое самбо связано обязательно со спортивным. Все, что происходит в наших схватках, половина из спортивного самбо. Все, что происходит в наших схватках, половина из спортивного самбо.